добрый день с вами империя пик через сегодня покажу вам как рисовать процент карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами где-то по серединке листа мы намечаем вот такую вот линию наклонена немножечко по диагонали и прорисовываем ей толщину получается нас такой более узенький прямоугольник и немножечко пошире нам важно чтобы процент этот располагался по центру листа поэтому я отмеряю расстояние по краям для вот этих вот наших кругленьких элементов и немножечко все сдвигаю пока мне не получится как нужно поэтому на первом этапе я не начинаю сразу детализировать рисунок а лишь его уточняю и проверяю несколько раз 2 вот овал должен находиться немножечко спрятаться за нашей центральной этой полосочкой я наношу карандашиком hb предварительный рисунок он отлично подходит для набросков этот карандаш твердо мягкой мягкости и здесь я уже начинаю детальнее прорисовывать обозначаю такой вот вытянутый длинный прямоугольничек краешки немножечко у нас идут под скосом стараемся линии проводить ровно и помогаем себе ластиком когда уточняем линии верхняя нижняя будут стремиться на встречу друг другу иметь общую точку схода где-то там в перспективе в будущем далее мы обозначаем толщину эти линии тоже будут иметь общую точку схода направляется навстречу друг другу так мы показываем перспективу отрисовываем аккуратненькие краешки дальнюю ту же линию обозначаем стираем лишнее и такой аккуратный прямоугольник в перспективе объемный у нас с вами получился затем мы переходим к самим вот этим овалом нам по сути нужно сейчас нарисовать такой цилиндрик с отверстием в середине внутри мы будем отрисовывать это овальчик на глаз аккуратненько делаем линии проводим до тех пор пока не попадем в нужную и только потом стираем ненужную линию посерединке мы делаем отверстие как бы получается такая цифра нолик до если ее представить виде чего-либо и затем мы добавляем толщиночку нашему бублику линии будут так вот плавно входить в края нолика посерединке и сходить там на нет затем мы отмеряем ширину в целом какая у нас получилось у этого элемента и перенесем в ее и на нижнюю часть нас нолик тоже немножечко перекрывает уголочком прямоугольник приносим ширину длину и простраиваем тоже овальчик аккуратненький там же мы будем обозначать отверстие такое же почищаем для этого пространство вокруг чтоб аккуратненько было и прорисовываем ширину объем точно так же как и на предыдущем подправляем линии и затем нам нужно наметить отверстие у этого нолика аккуратненько посерединке прорисовываем овальчик лишние линии убираем ластиком и в принципе наш рисунок готов мы можем приступать уже к тональной проработке и для этого мы будем использовать тоже как тот же карандаш и кашбэ начинаем штриховать аккуратным диагональным таким штришочком раздельным штрих должен быть друг от друга на некотором расстоянии также боковые плоскости мы можем штриховать по форме и у краев тоже так мы не будем выходить за края старайтесь как раз таки этого избегать и пока вы заштриховывать и все таким однородным серым тоном вместе с этими ноликами с нашими я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение так отлично далее переходим к более тяжелой артиллерии берем карандаш 2б более мягкий он поможет нам создать более темный тон и начинаем мы с именно с вот этих внутренних частей наших валах аккуратно затемняем несколько слоев про штриховываем используя тот же принцип раздельного штрих очка верхнюю часть мы делаем немножечко потемнее далее переходим ко второму нулику точно также его за штриховываем аккуратненько по форме не выходите не деформируйте овала используем различные направления штриха для того чтобы создать эффект многослойности и тем самым затемнить тон с правой стороны немножечко тоже отдадим такую тенюшку виде своеобразного узора боковую часть немножко ластиком я высветляю и затемняю вот эту часть толщинку нашу тоже под штриховую таким однородным тоном сереньким на несколько тонов темнее чем предыдущий тон и затем перехожу на вот эту плоскость верхнюю прямоугольничка начинаю штриховать ее от 0 как раз таки в том уголочке затемняем и вот так вот я штрихую такими как раз таки по направлению прямоугольника штрихами тоже аккуратными раздельными краям я немножечко замедляюсь и там делаю штрихи по форме более аккуратно чтобы не выходить за края как мы можем разогнаться карандаш будет попросту вылетать за пределы контура ты тут у нас будет теневая сторона получается тень у нас с левой стороны свет с правой стороны усилим тон на границе светотени и он где-то по центру будет там потемнее и здесь вот боковиночки на лицевой части на светлой мы можем высветлить немного притушевать карандашом hb краешек старайтесь избегать обводки поэтому я немножечко и так под стираю контуром в одной и там делаю штрихом тон 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 линии обводки должен совпадать с тоном локальным тоном самого предмета потому что сама водочка контур ломает наш объем мы этого не хотим я еще раз усиливаю тон на светотени используя еще один слой стриха затем немножко затемню и вот этот малый прямоугольник узкий уравняю при этом края и перехожу к вот этому элементу тоже затемняю боковую стеночку с левой стороны которая у нас уходит в тень сначала я прохожусь тоном чуть чуть темнее чем предыдущие затем еще раз усиливаю с помощью наслоения штрихов также мы можем варьировать тон нажимом на карандаш чем сильнее надавливаем тем плотнее темнее он будет получаться но нужно не переборщить чтобы это смотрела все все таки аккуратно под штриховываем и светлую часть потом ластиком аккуратно краешки можем высветлить и под штриховать карандашиком hb он просто более такой мягкий не дает слишком темный тон и мы можем делать такие вот мелкие переходы плавные высветлим наш узенький прямоугольничек верхней части и сделаем плавные переходы по краям сверху и снизу снизу тут где-то около середины у нас получается наметим падающую тень от этого прямоугольника почистим ластиком пространство вокруг процентика если у вас в процессе затерся рисунок и вот такой процент карандашом у нас с вами получился прислать и ваши результаты к нам в инстаграм и с удовольствием их посмотрим и публикуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хорошие комментарии подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч